Добро пожаловать на такую небольшую серию по жиге В этой серии я вам расскажу о своем спеке автомобиля То есть все касательно подвески Сразу, ребята, давайте я вам скажу, что я не эксперт по дрифту Не эксперт по каким-то супер-пупер запчастям на классику Я лишь вам расскажу то, с чем я лично столкнулся как новичок И что конкретно поставил, и что мне посоветовали поставить на мою машину Так что воздержитесь в комментариях от такой небольшой невъятной критики По поводу того, что я нуб, ни хрена ничего не знаю, зачем я куда-то лезу Я знаю, что я ничего не знаю, поэтому я лишь говорю то, что знаю И в чем я абсолютно уверен Так что, ребята, не обессудьте Начнем мы сперва, пожалуй, с колес Почему именно 13-е колеса, почему не 14-е Почему именно резина матиска, почему не хака, опять же 14-е Сразу напоминаю вам с первой серии То, что у нас идет как стенс и дрифт проект То есть я собираю такой лайтовый дрифт И в то же время, чтобы он был стильный летом Поэтому приходится чем-то жертвовать Да и к тому же, как новичку, мне не нужны вот эти всякие пафосные там супер-пупер дрифты На кольце там на большой скорости, нет Мне хотя бы просто научиться чему-то Ну ладно Это 13-е разварки Перед, по-моему, в 7,5 Зад в 8,5, если я не ошибаюсь Ну, зад точно напомню, что 8,5 Резина Continental 165-55 То есть в 13-м размере, понятное дело На морде у меня стоят все шипы На заде шипов нету Но, опять же, я, поскольку занимаюсь этим делом по городу Поэтому, приезжая на трассу, меня начинает таскать Но не вижу смысла ставить какую-то новую резину туда Тем более, уже конец сезона скоро И вот же, опять же, почему 13-е Опять же, это все в угоду вывороту Чтобы у меня был хороший выворот Рычаги играли полнейшую свою роль в этом деле Они работали там на какой-то маленький процент Нужны были маленькие колеса Вот, потому что на 14-х иначе бы при нужной посадке Пришлось бы резать арки А я этого очень делать бы не хотел Летом еще можно как-то поставить 14-е Но я уже ездил в начале, как только собрал жигу Пришлось раскатать арки Ну, в принципе, там все было прямо настолько в притирочку Но ездить можно Но я все-таки действительно решил остановиться на 13-х Чтобы и зимой, и летом не знать горя То есть сейчас, в данный момент, арки у нас прокатаны Стоит развал Оно в 5 градусов Кастер, 5-так или 6-схождение Понятно, что в идеале в ноль устроен Колеса смотрят прямо Но все равно еще надо будет добавить чуть-чуть развала Это потому что, когда колеса выворачиваются Они у меня чуть-чуть в наклоночку стоят Буквально, наверное, добавить градус И будет все нормально По поводу задней части Резина 155-65, 13-я Вот имеем в виду такой клиренс То есть где-то, ну, не знаю, в руку, наверное В общем, в ладонь Будет ниже, однозначно Потому что мы же любим по стилю все Но пока решили становиться так Потому что я ездил на жирной резине Вот только сейчас недавно поставил Получается мотиску вместе с этими разварками Чтоб ничего не терло Все Будет обязательно зарабатываться задняя подвеска Чтобы было ниже и ничего не цепляло Что касательно рычагов Рычаги у меня стоят ST-Авто Достались они мне где-то за, допустим, 6 тысяч рублей Потому что там еще были в комплекте тормоза 14-е Но я их в расчет не стал брать Как бы они шли к этим рычагам Но я их все-таки поставил на свою 11-ю Это, получается, у нас стоят красные ST-Авто Дикие, по-моему, называются На ней, по-моему, так называются Потому что у них, типа, вывара дохрена большой Ну, поправьте, если я ошибаюсь Но, по-моему, так То есть тут ничего не переделано То есть именно вот рычаги и сошки Которые шли в комплекте У меня стоит стабилизатор родной На яйцах SS-20 Которые мне подогнал Серега Спасибо, Серега Пружины спереди Волга По-моему, на 4 Риски или на 3 Но уже тоже не помню Ну, точно где-то 3 или 4 Пиленные, по-моему Но я их уже взял пиленными И еще их подпилили, наверное, на пол витка Ну, не знаю, где-то около витка точно спилено Может даже больше То есть я в эту подробность не вдавался Опоры стоят все верхние Или все нижние Ну, короче, все 4 опоры одинаковые Вот с полным ходом По-моему, это все-таки нижние Потому что либо у верхних, либо у нижних Какое-то ограничение есть Ну, ладно, все стоит по феншу Нормально опоры у меня стоят Стоят, а они, получается, обычные Вазовские Lada деталь То есть такие Ну, более-менее Надежные и дешевые Спереди у меня стоят стойки Технорессор Минус 70 Но, по сути, на коробке было написано одно А по факту они получились Минус 50, что ли Ну, около того, опять же Но мы с Серегой покумекали И немножко Ну, сделали вид нормальный Чтоб было и все работало корректно Изначально в планах было Оставить штатные 13 тормоза То есть суппорт вместе с дисками Но по итогу, когда мы поставили рычаги Все обломалось Потому что суппорт упирался При вывороте прям в рычаг И все, короче Прощай пока Весь выворот и всякое прочее Пришлось ставить 14 тормоза Которые шли у меня в комплекте Благо я еще ездил, пока лето Ну, было сухо На 14 штампах По итогу уже подходила зима Надо было что-то делать Я собрал по Тегилу комплект 13 тормозов передних Как можно дешевле То есть там буквально С миру по нитке То есть у одного человека суппорт У второго суппорт И там диски у кого-то В общем Ну, благо собрал Поставили Все работает 14 тормоза у меня были Кстати, с 11 Которые шли в комплекте с этими При покупке я поставил себе Потому что там АДЖС, по-моему, или АТС Как-то так Они гораздо лучше На 14 тормозах Жига очень огненно тормозила Но на зиму Это уже был бы полный перетормоз То есть буквально чуть нажмешь Она сразу блокирует передние колеса И тебя несет юзом Поэтому 13 тормоза В этом плане, в принципе, выигрывают Поставил Поставил 13 тазики свои Ни о чем не пожалел Что касательно рулежки Опять же, это у всех по индивидуальности И прям точно-точно Рассказать, как это все дело ощущается Я вам не могу Но могу точно сказать Что машина ведет себя Очень круто То есть она прям Стоит жестко на дороге Никуда ее не мотает Вот такие небольшие кочки Она прям, ну, проходит Чуть придется поскакивать Но это же заниженная тачка Никуда этого не деться Все, то есть она Ну, реально держит дорогу прямо И рулится куда тебе надо Но опять же Первый раз, когда я сел На этом уже готовом конфиге Вот этот люфт руля Небольшой Он немножко доставлял неудобства Потому что вроде Ты едешь прямо А тебе надо Ну, держать машину И ты вроде хочешь Что-то сыграть рулем Куда-то повернуть его Но сначала Тебе приходится Вот этот преодолеть Люфт А только потом Машина цепляется А поскольку она на рычагах Мне еще не привычно Еще этот люфт руля Это оказалось Вообще полная жопа была То есть Ходилось там Как-то маневрировать Очень страшно было Но сейчас уже привык И все как бы Очень здорово То есть По вывороту Я опять же Не знаю То есть Выворот-то хороший Но Я постоянно езжу В большом угле То есть Я люблю постоянно Выкрутить Чуть ли не до упора Руль Хотя даже до упора Тапку в пол И пошел в поворот То есть Еще не умею Особо держать Маленький угол Но в принципе Наверное Это все правильно Либо как-то у меня получается Опять же У всех все по-индивидуальному И я Повторяюсь Учусь Что касательно задней части Стоит заварка Также стоят Стойки Техно-ресор Минус 70 Которые наверное Минус 50 Все-таки по факту Так и непонятно Пружины Минус 90 Тоже Техно-ресор Синие Ну по цвету Если это кому надо Стандартные Барабанные тормоза И собственно Все пока что Заказал я уже А-образный рычаг То есть Поставятся Уберутся Всякие Ненужные тяги Панары И всякое прочее Также Боковые тяги Будут стоять Усиленные Кастомные Серега мне сделает И припасадим Чуть-чуть жопу Потому что У меня сейчас Под пружинами Стоят вот такие Вот подпружинники Резиновые То есть Поэтому жопа Такая высокая Если их уберем То получится Наверное Ну не знаю Ну два пальца Наверное точно Уберется Ну где-то Ну не знаю В два пальца Просвет останется Это как раз То что нужно Будет на лето И так для зимнего Дрифта Катать арочку Потому что Когда у меня Стояла грыжа С этой стороны Я прям хорошенько Так натирала Если машина Полностью загруженная А так Саму резину В принципе И не трет Вот только Выступающую грыжу Задевала Повторюсь То что в планах Сейчас сделать Пониже Жопу Поставить А-образный рычаг Поставить Усиленные Там вот эти вот Тяги Избавиться От панары Ну и в принципе Все Машина будет Как сказать Ну в таком Нормальном состоянии Чтобы можно было Раздать бочком И быть летом На стиле К лету Наверное Е Может быть Она будет еще Пониже Чуть по морде Но это еще не точно А посмотрим Как поведет себя В дальнейшем кузов А Так забыл Сказать Что я все таки Поставил Вот эту вот Распорку На передней стойке Под капотом И Она дала такой эффект Что в принципе Машина стала Ну Наверное Поуправляемее То есть Она едет прямо И вот Остается Такой Небольшой Такой вот Люфт руля То есть Заводской Его можно Наверное Будет как-нибудь Убрать Ну вот и все На этом друзья Надеюсь Вам понравился Этот небольшой ролик Про мой конфиг Жигули Опять же Повторюсь Не обессудьте Я не эксперт По этим частям Возможно Что-то я уже забыл К тому времени Как устанавливали Но все Что мог вспомнить Я вам все рассказал Также смотрите Мои предыдущие ролики По поводу Жиги Там тоже Можете найти Для себя Какую-то информацию Обязательно Подписывайтесь На канал Также Подписывайтесь На наш паблик Вконтакте Там выходят Все новости По поводу Видосов Ставьте лайки Делитесь Комментариями Делитесь С друзьями Видео На этом все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok